Встреча с коммунальными службами Поднялись на второй этаж, ну там смотрели чего-то, смотрели, ничего не нашли, уехали. В понедельник я обратилась в ЖКХ, там книжку записали, сказали завтра, нет, сказали придут. Когда? Может сегодня. Прихожу домой, ну через полчаса пришел слезарь, посмотрел все. Надо вот искать. Вчера сходил в ЖКХ утром. Ну а чего у вас там? Ну течет, говорю, чего. Был слезарь, но он ничего мне не сделал. Что я так и буду жить? Надо вскрываться, смотреть перекрытия, что там. Они этого не делали, ничего не сделали. Вчера этого слезаря не было. Вот сегодня должен быть, но пока его нет. Улица Ташкентская, 238. Жильцы просят коммунальщиков привезти на детскую площадку песок хорошего качества. В принципе, когда вечером, даже порядка 40 детей может одновременно выйти, а в итоге-то и поиграть маленьким детям негде, потому что песка нет. Вот как бы три песочницы, песка нет. Вот здесь вот немножко по краям, внутри ничего. То есть там уже пыль, дети в этой пыли, домой приходим грязные все, все это в рот, все это инфекции лезет к ним в рот, потом болеют. Нам хотелось бы, чтобы нам, нашу проблему услышали, привезли песок нашим деткам, потому что лето заканчивается, в принципе, уже середина лета, песка до сих пор нет. Мы ходили в ПЖРТ, они отказываются принимать у нас заявку. Говорят, что ну как будет песок, так мы его и привезем. А в настоящее время машины нет, водитель в отпуске, ждите. Вот крупный песок такой есть, речной, наверное. Чистый речной песок. Есть речной песок, нам главное, чтобы он не был чистый, чтобы наши дети в грязи не играли. Потому что, естественно, тут и собаки, здесь уже это все давно, и когда они чистили колодцы, всю эту грязь тоже на этот же песок выкидывали. То есть хотим просто хотя бы чистого песка. Московское шоссе 22. Жильцы квартир второго подъезда ждут, когда коммунальщики приведут его в порядок. Состояние подъезда просто безобразное. На стенах облупившаяся штукатурка, перилы все шатаются. Вот на входе, если вы обратили внимание, там вообще полы в безобразном состоянии. Мне кажется, что это антисанитария полная. На пятом этаже говорят, что есть грибок. Я обращалась, неоднократно рассылала заявление на сайте РосЖКХ. Мне приходили отписки стандартные, приходила куча отписок. Даже один раз приезжали из жилищной инспекции, делали какие-то описи необходимых работ в подъезде. И по этому поводу обещали какие-то шаги предпринять, но, видимо, ничего не предприняли. Вот. И, насколько я знаю, в подвале надо просто менять трубы, потому что они в ужасном состоянии, потому что их периодически прорывает. И из-за этого вот грибок на стенах, и, собственно, все проблемы, основная масса проблем из-за этого. Это ЖУ-12, Новосадовая, 155. Они просто не приняли мое письмо и не приняли мое заявление, когда я ходила к ним, когда они были еще на подшипниковой. Они сказали, что у них нет начальника, что заявление они у меня принимать не будут, и все. На этом все закончится. Я им попыталась почтой отослать почтой, но мне вернулась назад. Я не знаю, что здесь можно сделать, но хотя бы стены хотела, чтобы заходить было приятно, не как в помойку, а в подъезд нормальный, к себе домой, и гости, чтобы когда приходят, там тоже в ужасе не были от этого подъезда, потому что перила менять тоже. Тут дети ходят, маленькие, тут полный подъезд маленьких детей, и это все антисанитария, и вообще, насколько я знаю, грибок – это опасная вещь. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.